Всем привет, девчонки! Начинаю свой очередной влог. Сегодня у нас понедельник. Записывалась я в МФЦ. Запись у меня практически 8 дней. Через 8 дней произошла. Вообще долго. У нас в МФЦ большая очередь. Не знаю, с чем это связано. Хотя QR-код вообще не проверяют. Ну вот при входе не проверяют. Ну у нас по времени всё. Если ты записался к 9, значит ты попадёшь к 9. Всё по записи. А записывалась я вообще для чего? Чтобы получить справку о несудимости. Но вопрос в том, что пригодится ли она мне или не пригодится. Вот это вот да. Не знаю, как будет, потому что всякое может быть. Заказала так на бум, потому что она делается ровно месяц. И при трудоустройстве на другое место работы она мне, возможно, понадобится. Ну пускай будет, знаете, это же бесплатно, но потрачено время, конечно. Потом что ещё хотелось бы сказать. Справка делается ровно месяц. И что ещё хотелось сказать. Вот всегда что-то хочу рассказать, до вас донести. И как только включаю камеру, у меня сразу это всё выходит из мысли. Хоть записывай куда-то. Надо, наверное, завести себе блокнот и записывать, начать свои мысли. Вообще мой канал это для меня что-то такое, знаете, не такое маленькое, да, там канал и так далее. Это для меня что-то большое, что-то значащее. Поэтому я как бы открыто до вас доношу всегда всю информацию. Но бывают иногда те моменты, те фрагменты в жизни, которые я не хочу до вас донести, да. Потому что в то или или менее надо быть немножечко скрытным. Хотя бы капелюшечку. Потому что, чтобы люди не знали тебя, прям уж все твои 100%, да. Хотя бы знали 99, а 1% оставался за кадром. Ну вот как-то так. Не знаю, как быть послезавтра уже мне на подработку. Тут я увидела свою знакомую. Она работает, оказывается, в электролюксе. Ну там, конечно, режим работы хороший. Там с 9 до 6 и час обед. Конечно, это было бы для меня прекрасно, но пока там не требуется. Нигде пока. Вот знаете, перед Новым годом, девчонки, вообще, в принципе, все сидят за свои места и все держатся. Никто не уходит с рабочих... Ну, никто не увольняется. Вот это я заметила. Вот даже по магазинам пройтись практически нигде не требуется никто. Вот. Поэтому, я думаю, подработка моя как вариант. Знаете, на пару месяцев, там на месяца 3-4, пока у нас зима-весна, тогда летом уже возможно найти работу. Как вы думаете? Я правильно ли думаю? Потому что еще сейчас я приехала в Магнит. Мне нужно купить кое-что. У нас, кстати, девчонки на улице вот так упоросит дождик. Снега практически нет. Приехала я в Магнит. Сейчас буду делать покупочки. Очень скользко. Вот такая вот погода. Пойду делать покупки. Потом включусь. Поснимаю для вас сегодня. Покажу, что сразу купила. Потому что дома, возможно, не смогу показать. Потому что Женка еще до сих пор спит. Скумбрию купила. Вот такую. Свеженькая. Посмотрим, что будем из нее делать. Может быть, в духовке запечем, а может быть, замаринуем. Засолим, так сказать. В рассоле. Посмотрим. Кефир один взяла. Семечки. И шоколадку одну. Такую. На все про все потратила 286 рублей. Рыба за килограмм у нас идет. 190 рублей. Пишите, как часто готовите рыбу. Какую рыбу готовите. Сейчас к рыбе вообще не подойдите. Цены бешеные. Это еще более или менее. Поэтому жду ваших комментариев. Какую рыбку готовите. Какие рецепты есть со скумбрией. Возможно, я ее сейчас приду и положу в холодильник. В морозильник. А возможно, я из нее что-нибудь приготовлю. Девочки, тут я подумала. Какое счастье быть здоровым человеком. Когда у тебя ничего не болит. Какое это счастье вообще. Последнее время, последние сентября месяца я очень сильно болела. Довольно-таки сильно. И вот сейчас я чувствую себя здоровым человеком. Если бы не кто-то там придумал антибиотик, то этого бы, наверное, чуда не произошло. Девчонки. Просто попила лекарства и все. Я просто как огурчик. Ой, Жанки, все хорошо. Я прям так рада, знаете, этому. Девчонки, я желаю вам искренне, чисто, только здоровья. А остальное у вас и так будет. Здоровье есть. И работа будет. И настроение будет. И все будет. А если не будет здоровья, то ничего нам не видать. Да. И желание работать сразу отпадает. А так желание работать у нас всегда есть. Вот так вот. Такая погода за окном. Пойду загоню машину в гараж. Разбужу своих. А то я безумно хочу кушать. Просто безумно хочу попить чай с пиццей. А потом уже буду думать, чем заниматься дальше. Девчонки слабонервные. Просто надо просто не смотреть. Смотрите, сколько волос у меня выпадает за одно расчесывание. Вот. Вчера я после бани, вчера я волосы не расчесывала. Вот такими шматками у меня выпадают волосы. У кого так же после болезни? Пишите. Что делаете, что предпринимаете для того, чтобы не выпадали в таком количестве? Это просто страшно. Были довольно-таки густые волосы. Вот что от них остается. Девчонки, это вообще нечто. Волос с каждым днем все меньше и меньше. Всем доброе утро, скажи, Жанка. Давай будем тебе тоже волосики собирать. Прическу делать будем? Прическу делать будем? Кто вчера уже измарал толстовку чистую? Папа пришел. Подарки принес. Это папе. Это папе. Это папе. Что тут у нас папа с большого рюкзака достает? Это маме. Это мне подарки, да? Так. Маме. Так. Это... Папе не нужны. Это ремонтные. С ремонта это папе. Так, четыре. Это маме. Коробку искали. Пакет искали. Оказалось в коробке. Это маме. Это маме. Все маме. А это папе. А там что? Илья Илья. А что там у нас? Там фильмы. А, они тоже пришли что ли? Да, за два дня снеслись. Ну, давай распаковывать. Ух, так их запаковали, да? Я знаю, что там находится. Не буду вам говорить. Будем распаковывать. Пакет точно не искали. Десять минут нахочет не искали. А они в коробку положили. А Жанна смотрит такая в ожидании чудо. Сейчас будем распаковывать. Нет, давай большим ножом. Там, девчонки, находятся ножи. Будем обновлять. Садись, садись, Гартыжан. Будем обновлять ножи на кухню. Потому что мои ножи все уже в плохом состоянии. Потому что ты сказала, что нож один плохой. Я сразу пять штук и купил. Так, Айжан, аккуратно. А они в чехле так там не достаны. Сейчас будем смотреть. Ан, ты тогда распакуй все, сложи. А я потом себе покажу. Да? Сейчас, пока ты будешь распаковывать. Это долго будет, наверное. Их вообще хорошо упаковали, да? А они у нас был вообще в здоровой коробке. Тоже на почте, наверное, здоровейная коробка. Но это не премиум, не вюстхоф, конечно. Ну, да. Это Китай, но Китай хороший. Таллер это. Таллер, да. Я о нем, конечно, наслышана. Но не знаю, какой он по качеству. Это хороший Китай. Это получше Тефали дешевого. Тефаль дешевый, ржавеет. Я хотел взять Тефаль. Тефаль хороший только Айсфорс, если не ошибаюсь. Но Айсфорс, они, во-первых, идут набором. Во-вторых, они очень дорогие. То есть они как-то не знаю. Вот самый классный нож это вюстхоф. Да, хороший. Ну, а этот нож стоит под пятерку. Такой я не потяну. А Таллер за полцены нормальный нож. С бонусами, Давид? Да, я все за полцены купил. Куплено это все в МВиде, да? Да. Все куплено в МВиде. Сколько у меня ножей будет в итоге? Четыре? Пять. Сейчас пять старые выкидываем сразу. Не выкидываем, наверное, нож? Большой не стал тебя брать? Поварской. У нас есть. Ну, у нас же есть вюстхоф. Зачем нам еще один? И изогнутый только я не стал брать. Сейчас, значит, все ножи... А ты зубчиками взял, нет? А, ну тогда зубчиками тоже убираем старые, да? Да, старые. Потому что у нас старые. Я покажу, какие уже все убитые. Поэтому надо все обновить. Ну да, ножи уж хорошо упаковать надо. Значит, они аккуратно, они острые. Ух ты, сколько пленки! Ну, все годится. Так, четыре. И... Здесь, наверное, маленький, скорее всего. Маленький? В такой коробке большой. А эти тоже в коробках были? Нет, они не были. А, вот так они пришли? Один был в большой коробке. Три раза больше, чем этот. Все, чай кипит. Пойду выкручу. Пятый. Мусорку. Ух ты! Аккуратно. Диски уже. Сейчас сложим. Это выбросим. Опа. Конечно, не нравится. Беленку все убери потом. Угу. Ай, Жанна, ты в предвкушении, да? Да, нет. Хе-хе-хе. Шо там нас ждет? Шо там в коробке? Нет. Шо там в коробке? За два дня, что ли, дошло? Быстро, да? Мавосибирск. Сейчас на пайке. Хе-хе-хе. 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 Давай посмотрим. Давай. Ай, Жан, не трогай ножи аккуратно. Хороший нож. Острый. 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 И еще. И еще. Шо там у тебя прошло? Ну, это Велединский снимал. Русская фильм. Классный. Режиссер, классный режиссер. Это все куплено дешево. Чтобы кто ни говорил. Кейсы элитные. Не бесплатные или платные? Это копейки тоже стоят. Они 150 стоят один. А я все взял за. Самогонщики. 14-й год. Острое, Жан. Первое издание. Бумер. Раритет. Второй фильм. Классный. Посмотреть надо. Поддерживаем, как говорится. За лицензионные продукции. Давай ножики. Ну, все. Смотри, ножики. Так, Айжана, уйди. Сейчас ножики острые. Ой, девчонки. Это любовь с первого взгляда. Такие ножи суперские. Поставляются эти ножи вот в таких упаковках. Да, получается. Это специально. Чтоб не порезаться. Ничего. Вот можно в них хранить или в них перевозить. Очень удобно. Вот такая вот марка. Тайлер. Разные тут ножи. Сейчас покажу. Это нож наш, который у нас есть. Это не Тайлер. Это у нас Вюстхоф. Тоже очень. Но это дорогой, конечно. Нож это у нас подарок. Подарок такой вот наш. Подаренный нам. А вот те ножи, которые мне муж подарил. Так, покажу, какие они. Знаете, они такие приятные к руке. Вот я вот держу. Они и не тяжелые, и не легкие. Они приятные. Я, конечно, пока не знаю, как они острые, не острые. Жанна, не трогай. Есть вот такой с зубчиками. Мне очень нравится таким ножом пользоваться. Резать хлеб. И все такое вот. Ну, а здесь разные. Ты можешь мне сказать, что для чего? Вот этот для чего нож? Это филейный. Это филейный нож, да? Вот такой вот. Он довольно-таки длинный. Этот? Этот для... Это универсальный. Это универсальный. Но он такой большой, да? Большой ножик такой универсальный. А, здесь, получается, еще пишется... Для нарезки. Для нарезки. Этот для очистки, да? Для чистки чего-то. Для чистки, да. Такой маленький, такой приятный к руке. Со старыми будем прощаться. Этот? Для нарезки. Для нарезки. И этот у нас тоже для стейков. Вот так он подходит для... Да, для хлеба. Так, вот такой вот. Аниверсальный получается. Вот такие вот суперские ножи. По ценам озвучивать ничего не буду, потому что все куплено по скидочкам, да? Пол цены там. Пол цены. 200 с чем-то каждый нож. Да. Это где-то 400 с чем-то. 400 с чем-то. Все, я довольна. Спасибо большое. Спасибо. Будем пользоваться вот такими ножами. Пишите, какие ножи у вас. Рассказывайте. Пишите. Буду читать с радостью ваши комментарии. Пока. А вот такие ножи. У меня девчонки были до этого. Вот эти вот Витес. Я ими очень-очень много лет пользовалась. И вот знаете, вот здесь вот отломалось. Видите, пластик отломался от ручки. Один нож такой уже выбросили, по-моему. Эти остальные троганные ножи. Вот этот нож я покупала, когда у мамы были похороны. Ну, тоже недорогой нож был. Написано, что он бразил. Не знаю, правда или нет. Вот этот нож мой самый любимый. Это наш первый нож с мужем, который мы приобрели. Он тоже вот на кончике сломался. Им очень хорошо чистить картошку. Ну, и вот эти ножи вообще лежали. И мы ими не пользовались. Вот именно вот эти вот три ножа. Огромные такие, с зубчиками. Я думаю, их кому-нибудь подарить. Не знаю, можно дарить ножи, нельзя. Вот раз, два, три. Вот эти ножи сейчас отправятся все в веранду. Ими мы пользоваться уже не будем. Все. Обновили эти, убираем в сторонку. Этот мужа ножа, он очень острый. Так, ну что, будем заниматься маринованием. Маринованием, можно так сказать, вкусной скумбрии. Для этого нам понадобится с вами пол-литра охлажденной кипяченой воды. Комнатной температуры. Соль. Три столовые ложки. Черный перец горошек. Душистый перец горошек по вкусу. Лавровый лист. И сама наша с вами скумбрия. Вначале нужно будет ее хорошо распотрошить. Отрезать все плавники. И нарезать красивыми дольками. Рыбу я хорошо промыла. Все очистила. Теперь будем нарезать вот на такие вот кусочки. И складывать в отдельную емкость. В которой будет у нас уже мариновываться рыба. Я думаю, так лучше назвать маринованная рыба. Я не знаю. Или слабосоленая. Слабосоленая скумбрия. Сложили рыбу. Вот такая она. Добавляем лавровый лист по вкусу. Перец душистый. Перец черный. Горошком. А здесь у меня пол-литра воды. Добавила 3 столовые ложки соли с небольшой горкой. Все тщательно перемешиваем, чтобы наша соль хорошо растворилась. Заливаем нашу рыбку, как только соль растворится. И отправляем в холодильник на сутки. Накрыв, конечно же, пищевой пленкой. Либо надо брать какую-то емкость с крышкой. И через сутки уже ее можно кушать. Ровно сутки, девчонки. Будем проверять этот рецепт. Будем пробовать. И через сутки мы с вами вместе все это попробуем. Надеюсь, что это будет вкусно. Соль практически растворилась. Сейчас еще. Водичка, как я уже сказала, кипяченая, охлажденная до комнатной температуры. Так, все. Заливаем. Такой простой рецепт. Надеюсь, что он будет у нас вкусный. Кусочки поправим, чтобы каждый у нас был. Ой, какая красота. Смотрите. Красиво. Надеюсь, что будет вкусно. У меня вот эта рыбка смутила, конечно. Вот здесь у нее с края. Как будто она долго либо в морозильник лежала, либо что. Ну, думаю, не страшно. Эту часть можно и не есть. А остальные рыбки все просто прекрасные. Каждый кусочек, видите? Все хорошо. Скумбрия у нас жирная. Видно уже вот рассол у нас. Такой жирненький. Все. Накрываю, убираю. Попробуем вместе с вами через сутки. Все-таки решила я сегодня пожарить опять котлеты. Пожарить, потом потушить. Такой же рецепт, как в прошлый раз. Просто потому, что Айжанка их очень любит. Вот. Попросила котлеты и я пожарила. Такие вкусные получаются они. Сочные очень. Мне очень нравится. Перемыла везде пол, везде, во всех комнатах. Потому, что давно уже влажной уборки не было. Решила навести. Потом надо будет все пропылесосить. Наверное, это завтра. Сегодня не буду уже пылесосить. Это оставлю на завтра. Сейчас будем уже ужинать. На улице вот такая тихая погода. Не ветерочка. Очень все спокойно. Достала из погреба сегодня две баночки. Это у нас кабачки по-корейски. Сейчас открою, покажу. Какую вкусняшку. Очень вкусно. Буду чаще делать. Прямо, знаете, с хлебушком вообще вкуснятина. Да к любому блюду вообще беспроигрышный салат. Даже, не знаю, ну как наравне с плечи, наверное, мне очень нравится. И здесь у нас компот из сливы. Вот такой вот. В этом году я закрывала не слишком разносортные компоты. Яблоко, вишня и вот слива. Всего лишь три разных вида. Вот такой вот сливовый компот. Очень вкусный, ароматный. Вкусняшки. Так, покажу, какой у нас кабачковый салат. Он довольно-таки острый. Вот мы баночку только открыли, да, вот столько уже съели. Он с луком. Хрустящий, очень вкусный. Это мадам уплетает. Она потом запивает компотом. Попробуй компот, Айжан. Вкусный? У-у-у. У-у-у. Сама пол чашки выпила, полстакана и говорит, что невкусный. Все, закрываем баночки, хватит на ночь глядя. Вкусно очень. Хрустит так. Вообще классно. Не скажу, что это кабачки. На этом буду с вами прощаться. Всем спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И мы с вами обязательно завтра увидимся. Пока-пока. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok